Сегодня у меня опять на ремонте уже юбилейный Canon 50 мм 1.4. Это 30 объектив, который я починил. Сегодня в этом объективе, как и во многих других, будем ремонтировать фокусировочное кольцо. Здесь при движении мы видим, что шкала абсолютно не двигается. Связано это с тем, что при эксплуатации объектива было большое давление на переднюю линзу, что привело к деформации кольца фокусировки. Сейчас я его разберу и мы взглянем, в каком состоянии находится кольцо. Как и во все времена, объектив разбирается при помощи откручивания 4 винтов сверху и 2 винтов сбоку. Откручиваем винты. После того, как мы извлекли винты, поднимаем байонет и выталкиваем кольцо. Здесь отключаются контакты. Раскладываем. Дальше переключаем режим переключателя и выталкиваем при помощи лопатки переключатель. Готово. Переключатель переключен. Снимаем колечко. Готово. Откручиваем. Контакт подвижный. И извлекаем его отсюда. В стороночку. Все. Здесь готово. Теперь. Отключаем провода. Берем. Зажим и отключаем. Здесь убираем коннектора зажим и отключаем питание. Здесь отключаем коннектор. Отключаем шлейф. Готово. Откручиваем плату. Готово. Снимаем плату. Помогаем шлейфам уйти в стороночку. Осматриваем плату на наличие повреждений. Если таковые имеются. Повреждений видимых незаметно пока что. Я думаю их там нет. Дальше переходим к разборке передней части. Здесь откручиваем винты. По периметру. Раз. Два. Три. Извлекаем колечко. Еще одно. И еще одно. Под этими колечками находятся колары прямоугольные. Которые создают движение. Характерно что здесь отсутствие смазки. Раньше на объективах ее присутствовало очень много. Переходим к тому что извлекаем колары. Колары у нас имеют строгое значение. Вот здесь оно. Позиционирование находится. Откручиваем колары. Колары извлечены. Теперь необходимо отклеить шлейф. Вот этот шлейф. Он приклеен. А здесь он не приклеен. Соответственно его уже когда-то отсюда демонтировали. Исходя из этого я могу говорить с уверенностью что объектив был разобран. Потому что этот шлейф крепится на двухсторонний скотч. Который здесь уже к своему времени высох. Сам по себе он высохнуть не может. Вот геликоид. Который заклинивает. Сейчас он двигается. Однако если мы посмотрим в этом направлении. То увидим бугор. Которого бы здесь абсолютно не должно. Речь идет об вот этом бугре. Плоскость должна плотно прилегать к поверхности. Однако такового не происходит. Этот бугор мешает работе кольцу фокусировки. Если мы будем двигать кольцо фокусировки. То увидим что в крайнем положении в этом месте люфта нет. Однако в этом месте. Люфт есть. И звук при этом. Люфта есть. Если мы сдвигаем кольцо в середину. Люфт усиливается. Также он усиливается и здесь. И здесь он максимален. Соответственно вся поверхность в этом месте выгнута в эту сторону. Ее можно восстановить при помощи давления и правки. В данном случае мы просто возьмем и поменяем это колечко. Поскольку заболевание очень распространенное. Коробочки с этим изделием постоянно в ходу. И мы покупаем всегда колечки про запас. Чтобы поменять их на поверхности этого объектива. В общем сейчас мы будем просто менять. Для начала извлечем с поверхности вот эту часть. Оба колора. Извлекаем. И убираем в сторонку. Обратите внимание, что колоры имеют определенную точку. Это точка позиционирования колора. Маленькая метка. Вот так же он должен здесь быть установлен. Его тоже выкручиваем. То есть они одинаково. Что там, что там. Стоят в одном положении. Извлекаем. После этого вся вот эта часть извлекается. Нам необходимо извлечь вот эту часть. Этот поводок. Он здесь не понадобится. Есть у меня мысль, чтобы восстановить это колечко. И показать на видео, как это делается. С колечко убираем вот эту родную гребенку. И так же можно убрать отсюда вот эту часть отклеить. Переклеим ее сюда. Делаем замер колоров. Замер первого колора. 3,46, 3,47. 3,46. Второго колора. Чемоугольной формы. 3,97. Вот такие вот они колоры. Надо посмотреть. Они все одинаковые должны быть. Если имеются деформации, нужно заменить. После установки колесика, кольца, втулочки бегают свободно, без всяких заеданий. Собираем дальше. На этапе сборки можно проверить работу мануального фокуса. Видим, что ходит вверх и вниз. Мы еще не установили детали, которые отвечают за... Короче, вот эти втулки. Сейчас мы их установим. Втулочки установлены. Теперь устанавливаю колечко. Смотрим. Фокус. Фокус ходит мануально. Теперь устанавливаем колечко вот сюда. Вот так вот. А сверху ставим вот это колечко. Здесь обязательно смотрите, чтобы все детали были на месте. Вот эти. Иначе не закрутится передняя крышка. Она позиционируется вот на эти отверстия. Здесь смотрим, что все совпадало. Ставим винты. Винты установлены. Проверка фокуса. В обе стороны ходит нормально. Устанавливаем гребенку, которая ставится вот сюда. Гребенка на месте. Остается привернуть винты. Гребенку поставили. Остается приклеить. Клей на месте. Здесь тоже можно помазать клеем, чтобы прицепить шлейф. Как он должен быть. Готово. Ждем, когда подсохнет. Устанавливаем плату. Помогаем шлейфам выйти. Устанавливаем шлейфы в коннекторы. Шлейфы надежно сидят в своих коннекторах и прижаты зажимом. Теперь переходим к установке следующей части. Часть корпуса. Его позиционируем вот здесь. Там, где переключатель. Требует некоторой усидчивости, потому что нужно вот так сопряжить детали. Дальше необходимо установить переключатель. В режиме автофокус обязательно. В мануальном режиме можно сломать переключатель. Устанавливаем байонет в соответствии с отверстиями. И устанавливаем все винты. Все винты на месте. Контактная группа прикреплена. Остается составить кольцо пульзащиты. И на данном этапе объектив полностью считается собранным. Кольцо замененным. И переходим к тестированию объектива. Ну вот мы и подошли к испытаниям объектива. Если все детали верны. Если все правильно собрано. То с первого ж дубля у нас эта шкала должна пройти назад и обратно. Без всяких проблем. Как видим это происходит. Во всех положениях это должно произойти. До потолка. Теперь вниз. Во всех положениях прибор работает и фокусируется. Пробегает без всяких проблем. Если у вас получилось все так же как и у меня. Ставим лайки. Подписываемся на канал. Растим число подписчиков на этом канале. Продвигаем тему ремонтов, объективов и фотоаппаратов. Всего доброго. Пока. До свидания.